Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем нашу работу по букварю и снова сегодня с вами я, Тимченко Лариса Ивановна, автор букваря и автор учебников по русскому языку для начальной школы в системе развивающего обучения. Слышно? Всем хорошо слышно? Видимость хорошая? Тогда начнем нашу работу. Если у вас по ходу работы возникают вопросы, пожалуйста, записывайте их. В конце нашего занятия мы сможем ответить на все ваши, постараемся, по крайней мере, ответить на все ваши вопросы. Напомню, дорогие коллеги, чем мы занимались на прошлом вебинаре. Мы с вами рассматривали добуквенный период обучения грамоте. Очень важный период, потому что в добуквенный период, во-первых, ребенок научается знакомиться со школьной жизнью, научается вести себя в школе и понимает, почему нужно вести себя так, а не иначе. На уроки, на перемене. Ребенок вместе со своими одноклассниками и с учителем планирует свою собственную жизнь. Учится общаться вежливо. Причем все это не дается в готовом виде. Ребенок оценивает те ситуации, которые с помощью картинок, заданных в учебнике, и сам самостоятельно вместе со своими одноклассниками, соседом по парте, в группе, составляют правила поведения на уроке, на перемене. Вместе составляют распорядок дня. Следующий этап – это своего рода введение в жизнь школы. Это новый ребенка статус. Он теперь не дошкольник, он теперь ученик. Даже не ученик, учащийся. Но от ученика до учащегося. То есть школьника, который учит самого себя, нужно пройти еще определенный путь. Следующий раздел. Он тоже нужен был. Без него нельзя было переходить к буквенному периоду. Как же он связан с буквенным периодом? Дело в том, что мы уже говорили. Следующий раздел – слово и предложение. Мы уже говорили с вами, что в сознании 6-летнего, 7-летнего ребенка слово, предмет, вещь, которое названо словом «Святого едино». И наша задача была отделить слово от предмета, от вещи, от того, что слово называет. Ничего это нужно для того, что изучая русский язык, изучая, обучаясь чтению, обучаясь письмо, ребенок работает со словом. Очень важный этап до буквенного периода – это, естественно, этап звукового анализа слов. Почему это так важно? Да потому что мы во слово букваря положили идею Данила Борисовича Ильконина обучение осознанному чтению и осознанному письму, в основе которого лежит слоговой принцип русской графики. Для того, чтобы ребенок мог действительно осознать слоговой принцип русской графики, ему нужно научиться слышать звучащее слово, определять последовательность звука в слове и их фонематические характеристики. Это первое. Второе. На звуковом анализе, в процессе звукового анализа, вводятся его способы звукового анализа. И таким ведущим способом звукового анализа является интонирование. Благодаря интонированию, произнесению звука в составе целого слова, мак, 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 ребенок, благодаря интонированию снимает, снимается такая очень сложная проблема и тяжело преодолимая проблема – это проблема с влиянием. Ее просто не существует. Кроме того, звуковой анализ позволяет ребенку овладеть способами определения качества звуков. Звонкость, глухость, мягкость, твердость – это очень важно. Во-первых, мягкость, твердость для овладения слоговым принципом русской графики – звонкость, глухость – это очень важно для орфографии. Вы знаете, что орфоэпические нормы русского языка таковы, что на конце не бывает парных звонких согласных. Перед глухими тоже не бывает парных звонких согласных. Михаил Викторович Панов, известный, гняйный ученый, лингвист, говорил, описывая эти орфоэпические нормы. Звонкий перед звонким и глухой перед глухим. Глухой звук глухого зовет. Звонкий – звонкого зовет. Козьба, молодьба, вокзал. Так вот, эти фономатические характеристики, умение определять эти фономатические характеристики, играют огромную роль в обучении орфографии. Ну и мягкость, твердость согласных, конечно же, в обучении графики и в обучении слоговому принципу русской графики. А слоговый принцип, напоминаю, русской графики заключается в том, что буквы гласных обозначают не только гласный звук, но и указывают на мягкость или твердость предшествующего согласного. И обучение чтения, и механизм чтения, и механизм письма поэтому, они взаимосвязаны. И в нашем букваре обучение чтению и письмо производится одновременно, а не параллельно, как это делается всегда. Букварь – это для чтения, во многих случаях, не всегда, извините, во многих случаях букварь – это для чтения, а прописи – это для письма, но для обучения графики. Но слово «графика» и слово «письмо» – оно многозначное. Графика – это и начертание букв. Графика – это способы обозначения букв, ну, скажем так, в сильной позиции, да, буквами, когда есть уже звуки в слабой позиции, идёт аборфография. Итак, мы вспомнили с вами, что… вспомнили с вами добукварный, добуквенный, или добукварный, как его называют, период, для того, чтобы обозначение звуков буквами. Так, где наша… Вот, и напоминаю, напоминаю вам содержание буквенного периода. Вот в буквенном периоде как раз и формируются действия чтения и письма, можно сказать, механизмы чтения и письма. Сегодня мы узнаем с вами, как происходит это формирование, в какой последовательности. Я на прошлом вебинаре говорила, что буквы для обозначения звуков в нашем букваре вводятся несколько по-другому, нежели это делать во многих букварях. Во многих букварях придерживаются принципы частотности, и это, конечно, неплохо, но осознанного формирования действия чтения и письма не всегда… Осознанное формирование действия письма и чтения не всегда получается. Итак, темы последовательного буквы для обозначения гласных звуков. Буквы вводятся парами. А, Я, О, Ё, У, Ю и так далее. Когда буквы гласных введены, дальше для обозначения согласных звуков парных по мягкости и твёрдости. Причём сначала вводятся буквы сонорных для обозначения сонорных, кроме буквы йод. Почему? Потому что звук Е на письме обозначается по-разному. В этом и заключается слоговой принцип русской графики. В зависимости от условий произношения, в зависимости от позиции. А после букв сонорных вводятся буквы для обозначения остальных согласных парных по мягкости твёрдости. Причём буквы согласных парных по мягкости твёрдости вводятся парами по звонкости, глухости. Допустим, В, П, буквы Д, Т и так далее. Дальше обозначение мягкости согласных парных по твёрдости мягкости с помощью буквы мягкого знака. Опять-таки, здесь проявляется слоговой принцип русской графики. Мягкость согласных обозначается по-разному, не только буквами гласных, но и буквой мягкий знак. От чего это зависит? От того, в какой позиции, в каких условиях произношения находятся мягкие согласные. На конце слова, перед твёрдым согласным обозначается мягкость согласного с помощью буквы мягкого, мягкий знак. Причём, коллеги, вот не далее, как два дня назад я встречалась с учителями, и меня несколько удивил тот факт, что некоторые учителя считают, что написание мягкого знака – это орфограмма. Это орфография. Нет, коллеги, это не орфография. Одно дело – дети делают ошибки, пропускают мягкий знак, не пишут мягкий знак. Но это графема. Что такое орфограмма? Орфограмма – это место в буквенной записи, где возникает выбор. В слове «день» выбора не возникает. Напишешь без мягкого знака, прочтёшь «ден». Здесь выбора нет. Поэтому это графема, то есть это правило русской графики, связанное с обозначением мягкости согласного написания. Пожалуйста, не делайте таких ошибок. Орфограмма и дети должны, и вы должны... 4, 5, 6 у нас будет специальный вебинар, посвящённый орфографии, формированию орфографического действия и орфографического навыка. Там мы подробно поговорим об этом. А здесь просто по ходу письма, ой, по ходу вебинара я делаю какие-то ремарки для того, чтобы, ну, вы в петь не делали таких ошибок. Следующая тема – это обозначение звука «е» на письме. Вводится буква «йод» или «и» краткая. И в связи с введением буквы этой буквы вводятся различные способы обозначения звука в зависимости от его позиции в слове. звука «е» – это и обозначение с помощью двух букв, если «е» стоит перед гласным, и если «е» стоит перед согласным, перед гласным, после согласного перед гласным, в данном случае, на данном этапе не рассматривается, потому что это... Это орфограмма. Звук «е» обозначается в такой позиции с помощью разделительных мягких знаков. Разделительного твёрдого и мягкого знака. Буквы гласных после шипящих лиц. Вот пошли орфограммы. Орфограммы «ж», «ш», «ч», «щ», «ч», 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 «н», орфограмма «и», «же», «ше», орфограмма «це» и следующее. Это способы обозначения йодов позиции после согласного перед гласным. С помощью букв «я», «ю», «е» и разделительных знаков. И завершается буквенный период, естественно, алфавитом. Все буквы выучены, и дети строят. По ходу изучения, по ходу ведения букв, изучения букв, дети выстраивают город букв. У нас он называется город Букваринск. У Токмакова есть прекрасное стихотворение, которое называют стихотворение. Оно длинное, я все его читать не буду. Часть его дана в учебнике. Был на речке на Чернейной, город маленький, непылинный, с незапамятных времен. Букваринском звался он. Там, не ведая ни взгод, очень славный жил народ, хлебосойный, незлобливый, дружный и трудолюбивый. Вот, и они по уходу, дети по ходу изучения букв находят место, называют улицы. Допустим, улица букв гласных. Там район букв гласных, район букв согласных. Спасибо. Улица мягких согласных, улица твердых согласных и так далее. И в конце, когда изучается алфавит, дети выстроят этот город, Букваринск, и происходит сравнение алфавита с городом Букваринска. Почему? В разных последовательностях выстроены буквы. Следующие буквенный период. Ну, понятно, что после буквенный период какие задачи стоят? Задачи формирования действия чтения, продолжения формирования действия чтения и продолжения формирования графических умений и орфографических умений учащихся. Совершенствование навыков чтения и совершенствование навыков письма. Вот тема первая. Как хорошо уметь читать. Помните? Стихотворение Валентина Берестова. и совершенствование орфографических навыков, как хорошо уметь писать. Задания и упражнения связаны с чтением. Они носят тематический характер. Причем и тексты разного объема рассчитаны на разных детей, которые только научились читать, изучая буквы, вот в первом классе, или дети, которые уже в школу пришли читающими. Причем хочу обратить ваше внимание вот на что. Когда формируется механизм чтения и письма, вы прекрасно знаете, насколько это тяжелый труд, потому что дети разного уровня. Один вообще только буквы знает, а иной и дух не знает, приходит в школу, а другой читает бегло. Мы говорили на прошлом вебинаре, что это предусмотрено в букваре, предусмотрено благодаря текстам, которые даны для чтения, взрослым и читающими детьми. Ну, а как быть, когда вводится механизм чтения, когда детям рассказывается, как нужно читать. А вот здесь очень важно формирование механизма чтения очень важно для детей, которые уже умеют читать. Они умеют читать, но не осознают, а как они это делают? Что лежит в основе механизма чтения? Ну, а письмо писать никто не умеет. То есть, я имею в виду писать, это владеть нормами рук. График. Давайте дальше пойдем. Вот последовательность введения букв перед вами. Смотрите, то, о чем я говорила. Буквы гласных вводятся в парне, в позиции после мягких и твердых согласных. Следующие буквы сонодных, кроме буквы и краткая, и краткая. Следующие буквы парные, буквы для обозначения звуков парных по мягкости, твердости, но буквы вводятся парами, звонкие духи. Буква звуков не имеет звонкой пары, поэтому вот он, но у него есть мягкая пара, ну, допустим, химия. Дальше мягкий знак, как способ обозначения мягкости согласных. Дальше буква И для обозначения, буква И краткая для обозначения звука И в позиции конца слова и конца слога. Да? Дальше буквы для обозначения шипящих, да? И в связи с этим конкретизация понятия об орфограмме и разделительные знаки. Понятно, да, почему буквы вводятся именно в такой последовательности. Идём дальше. Ну, а теперь как вводятся эти буквы? Я намеренно взяла не первые буквы, а я, да, дальше О, Ё, потом только О, Ю. Я взяла букву У, Ю для того, чтобы показать, как, в какой последовательности составляются звукобуквенные схемы. Но об этом потом. Значит, посмотрите, перед вами разворот. Разворот, о котором мы говорили. слева для чтения, справа материал для работы. Материал на левой и правой страничке, они соотносятся друг с другом. Вот, посмотрите. слева даны загадки. Вам известен молодец, без которого жилец хоть и знает, где живет, а в свой дом не попадет. Конечно, говорят дети, это ключ. С гайкой этот инструмент может справиться в момент. Да? Это что такое? Ключ. Два брата на страже стоят в домишек. Никто не пройдет мимо этих братишек. Один по фарсисте, тот первым стоит. Второй по басисте, невзрачен на вид. Но оба на страже стоят в двери и спорить не будут, не будут, которые важнее. Ведь музыку оба двери открывают. Им дело такое вполне доверяют. С нотами братья отлично справляются. Как их зовут? Музыкант? Догадается. Вот загадки. Не только загадки о слове ключ, с которым дети будут работать, определять последовательность звука, затем обозначать звуки гласных букв. Нет. Здесь очень, не только это, очень важный момент. Оказывается, это не разные слова. Ключ, 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 ключ. Это одно и то же слово, а называют разное. И здесь можно обыграть это. Вот видите, с помощью модели. Во-первых, дети должны прочитать, что одно и то же слово обозначает разные предметы. А почему это одно и то же слово? Ключ открывает дверь. Басовый и скрипичный ключ открывает, и в загадке сказано, да? Но оба на страже стоят у дверей, да, и открывает нотный стан. И ключ гаечный тоже открывает, отвинчивает. Таким образом, эти слова связаны, это одно и то же слово, потому что предметы по какому-то признаку одному, ну, в данном случае открывать, связаны между собой. Пропедевтика многозначности, пропедевтика прямого и переносного значения слова. Ну, а дальше очень важный момент, вот какой. Дети, которые приходят в школу, не зная буквы, ну, не зная некоторые буквы, они часто путаются в начертании букв, не всегда запоминают, не всегда запоминают начертания, вы знаете, обратную сторону пишут, и так далее. Поэтому буквы мы вводим вот каким образом. Каждая буква вводится, ну, как бы, вводится как образ. Вот смотрите, у улитка. Эта крошка нам показывает рожки. Правда, похоже на улитку? Здесь срабатывает ассоциативное мышление. А о за тросточку схватилась, в букву «Ю» обратилась. Вот, дети, таким образом, видите, и нарисовано. О с тросточкой идёт, и у улитка. А дальше внизу этих букв схемы. Эти схемы должны прочитают дети. Посмотрите, два гласных квадратик с красным кружочком – это гласные звуки, да? Два гласных звука и две буквы. Между гласными стоит знак равенства. Что это означает? Что это один и тот же гласный. А между буквами стоит знак неравенства. Что это означает? Что это разные буквы. Один и тот же звук У обозначается разными буквами. То буквой У, то буквой Ю. И стоит знак вопроса. Он обозначает что? А почему такое происходит? И в данном случае ответ на этот вопрос. Здесь исследование не нужно. Здесь нужно просто ответить на вопрос, а почему это происходит? Смотрите, после твердого согласного пишется У, после мягкого согласного пишется Ю. Да, ну давайте посмотрим. Давайте введем эту букву в звукобуквенную схему. Вот смотрите, звуковая схема, которую дети составляли на этапе звукового анализа слов. А здесь на этом этапе, на этапе введения букв появляется уже звукобуквенная схема. В какой последовательности это происходит? Это происходит во-первых, сначала изученные буквы вводятся в звукобуквенную схему, а затем ту букву, которую дети изучают в данный момент. Вот посмотрите, клумба и ключ. Два слова. В слове клумба последний звук А. Дети уже знакомы с буквами А, Я, после твердого согласного смотрят, значит, пишем букву А. Да, а теперь здесь после твердого согласного значит, какая буква У. Всё правильно. А здесь после мягкого согласного какую букву нужно писать? Ю. И обязательно после того, когда составлена звукобуквенная схема, это слово прочитывается. КЛУМ-БА-КЛЮЧ. да, а дальше задача определить, какую букву нужно писать? Какую клубок, да, какую букву в слове САЛЮТ? КЛУБОК Буква О здесь написана, почему дети объясняют, а здесь какую букву выбрать? О или Ю? причём вот задание, видите, каким образом сформулировано. Идите в состояние сформулировать, прочитать эту задачу и самостоятельно сформулировать это задание. А что вам предстоит сделать? Какую букву выбираем? Букву У. Почему? Да потому что после твёрдого согласного. Читаем. Клубок. Дальше салют. Двогласных звука. Первый звук. А какой буквы обозначаем? А почему не я? Да потому что после твёрдого согласного. Салют. Звук У. Какой буквой обозначим? Буквой Ю. Но почему Ю? Да потому что вот оно, две чёрточки. После мягкого согласного. Прекрасно. Таким образом, здесь вводятся буквы гласных звуков. Как это осуществить на уроке? Ну, здесь разные подходы могут быть. Мы можем работать так, как работали вот сейчас. Анализировать уже записанные звуковые и звукобуквенные схемы. Выбирать соответствующий звук или соответствующий, мягкий или твёрдый, или соответствующую букву. Но можно и делать по-другому. Можно составлять, как мы делали на этапе звукового анализа, составлять из фишек, не глядя в букварь, составлять из фишек последовательных звуков в слове. Затем из разрезной азбуки выбирать соответствующую букву, объяснять свой выбор и только после этого сравнивать с букварём. Причём, работа должна производиться и на доске, с большой звуковой кассой, на наборном полотне, и работа на партах учащихся. Здесь дети могут работать и в паре, и индивидуально. Учитель сам решает, где на каком этапе лучше задать тот или иной вид работы. Хотелось бы отметить вот что. Странички, здесь в разворот мы не укладываемся. Здесь следующая страница, я её не дала, но у кого есть букварь, тот посмотрит, у кого нет, расскажу. Дело в том, что следующая страница, на следующей странице даны слова, которые тоже предлагают детям определить, какую букву нужно вставить в звукобуквенную модель в слове круг, спасательный круг и крюк для, ну, на который вешается что-то или крючок для ловли рыбы. Вот. Но это не всё. Ведь здесь не только важно выбрать букву. Мы же формируем не только механизм письма, правда, выбор буквы гласного. Это когда происходит? При письме. А при чтении что происходит? А при чтении мы, глядя на гласный, который после согласного следует, читаем мягко или твёрдо. Поэтому задание на следующей странице. Нужно определить, какие согласные мягкие перед гласными, буквами гласных, а какие согласные твёрдые перед буквами гласных. И после введения каждого, каждой буквы, не только гласных, но и последующей буквы согласных, обязательно вот представлены кроссворды. Если вам видно, кроссворды представлены. Для чего это нужно? Буквы есть, скажете вы, а для чего? А для того, это для чтения очень важно. Для того, чтобы ребёнок фактически составлял звуковую схему слова. Буквы есть, а получится звукобуквенная схема. Определял качество согласного звука мягкости или твёрдости перед буквой У и перед буквой Ю, перед остальными буквами гласных звуков. Таким образом, мы говорили, механизм чтения и механизм письма формируются одновременно. Ещё нет согласных, букв согласных. Ещё нет слога для чтения, но всё равно ребёнок читает по слогам. Всё равно он понимает, глядя, или слыша, мягкие согласные, выбирая буквы Я, Ю, Е, Ё, И, слыша, твёрдые согласные, для письма выбирая буквы А, О, У и так далее. Если ты видишь букву Я, Ю, Ё, значит, читать ты должен перед этим согласным, которые предшествуют этим буквам, мягко. А если буква А, О, тогда уже твёрдо. Вот это задание об общении, буквы гласных звуков, об общении. Читаем схемы. Схемы обязательно. Схемы нужно, чтобы дети умели прочитать каждую схему. О чём они говорят? Твёрдый согласный, и следующий за ним гласный обозначается буквами, твёрдость согласного, и следующий гласный обозначается буквами, вот такими. Или гласный звук и твёрдость согласного, который находится впереди этого гласного, обозначаются такими буквами. Или твёрдость согласного, и следующий гласный обозначается такими буквами. Неважно, как ребёнок прочтёт. Главное, что он понимает суть. Здесь то же самое. Мягкость согласного, и следующий гласный, или гласный, и мягкость согласного, впереди гласного обозначаются вот такими буквами. И дальше, а дальше, естественно, работа по развитию речи, работа по формированию и совершенствованию, совершенствованию такого вида речевой деятельности, как говорение, создавление рассказа по картине, понятно, понятно, что это цирк, понятно, что идёт представление, понятно, кто на арене, да, вот, но непонятно звукобуквенной модели или схемы нужно прочитать. А где какая схема? Вот пусть дети рассуждают, где какая схема? А схемы эти фиксируют те предметы, да, записаны названия тех предметов, которые на арене. Вот, давайте смотреть. Первая схема, да, слово «звёзды». звёзды, что должны сделать дети? Они должны определить качество согласного звука, мягкий он или твёрдый. Здесь мягкий, здесь твёрдый. Понятно, что схема выстраивается на доске и на партах учащихся. Схемы можно составлять, лучше составлять из фишек. Мы потом в конце скажем, какой дидактический и раздаточный материал должен быть. Демонстрационный и раздаточный материал должен быть. Вот. Но можно и рисовать в тетрадке. В тетрадке, но только в клеточку. А ещё лучше, есть тетрадки, знаете, в большую клеточку. Эти тетрадки хорошо подойдут для этапа звукового анализа и вот продолжать работать в этой тетрадке, уже составляя не только звуковые схемы, но и звуковые схемы. Понятно? Следующее. Индюк. Звук Д. Раз Ю. Какой здесь согласный? Мягкий. Здесь Е. Какой согласный? Мягкий. Здесь А. Какой твёрдый? И так далее. Да, понятно. Звёзды. Индюк. Арена. А. Здесь. Что здесь? Ну, здесь клоун. А здесь что? Мяч. Зебра. И кто тут? Шляпа. Ну вот, всё разгадали. Здесь можно как устроить соревнования. Кто быстрее разгадает слово, и чья пара быстрее разгадает слова, та пара и победитель. Вот таким образом вводятся буквы гласных. Посмотрите, согласных ещё нет, а дети продолжают читать не только по звукам, но и по звукам и буквам. Формируется механизм чтения, да, и формируется механизм письма. Если буквы, если вот эти вот буквы, то читай твёрдо. Если эти буквы ты видишь гласных, читай мягко. Если ты слышишь твёрдый согласный, следующий гласный идёт, то обозначаются гласные вот этими буквами. Если ты слышишь мягкий согласный, и следующий звук гласный, то этими буквами. Я думаю, что это всё понятно. Буквы согласных звуков. Ну, согласные буквы вводятся у нас не с буквы М, как принято, а с буквы Л. Это очень важно для письма, потому что начертание буквы Л отличается от буквы М одним элементом. Ну, опять-таки, посмотрите. Сначала идёт, а, перед буквой М. Сейчас, сейчас. Перед буквой М текст небольшой, который... А, перед буквой М нет, перед буквой Л текст. Итак, сначала буква М вводится двустише. С помощью двустише. На что она похожа? Встретились две галочки, подружились и, конечно, в букву М преобразились. Вот вам буква М. Действительно, вот две галочки, подружились, такие дружные идут, веселые и радостные. Здесь схема совершенно другая, правда? Если один и тот же гласные, одни и одинаковые гласные обозначаются с помощью разных букв, то здесь разные звуки согласных обозначаются одной и той же буквой. Да, обязательно прочитайте эту схему. Давайте посмотрим. Слова мышка и мишка. Звук М. Какой буквой обозначается? Буква М. Да? Ну, другую. Лышка будет, если Л. Рышка будет, если Р. Другой буквы нет. А в слове мишка, мягкая пара звука М твёрдого, тоже обозначается, читаем, тоже обозначается буквой М. Читаем. Мишка. Мышка. Что ещё интересно для введения букв согласных? Вот согласные появились, появился слог для чтения. При введении каждой буквы согласного звука обязательно вводится чистоговорка для чтения. Не просто дети слоги читают, хотя и читают слоги, но здесь слоги в чистоговорке. Почему мы даём это? Я уже на прошлом занятии говорила, что в школу приходит много детей с дефектами речи. С каждым годом количество их увеличивается, потому что дети мало говорят. Потому что дети мало общаются с родителями, со взрослыми, между собой. Они общаются с гаджетами. Как только свободное время, планшет, телефон, смартфон и так далее, компьютер. Это вообще страшно. Поэтому, ну, хоть как-то помочь логопедам. К сожалению, не в каждой школе есть логопеды. Не у каждого родителя есть средства для того, чтобы... Убрать частные уроки по логопедии. Не у всех есть возможность отдать в детские логопедические детские сады. Да не везде они есть. Маленько в посёлке вряд ли будет детский логопедический сад. Поэтому, посмотрите. Мы, 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 долго не было зимы. Ма, мама, ма, наконец пришла зима. Му, 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 дома самки я возьму. Ме, 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 рада детвора зиме. Вот то, что написано большими буквами, читают дети. А то, что написано маленькими буквами, могут читать читающие дети. И это хорошо будет, когда будут читать читающие дети. Или будет читать учитель. Сейчас, на этом этапе введения букв для сонорных звуков, читают то, что написано большими буквами, читают дети. А это читает... Сначала учитель даёт образец чтения, а потом можно поручить детям, которые уже научились читать. На следующей странице чтение слогов и чтение целых слов. Как дети читают слова? Сейчас я вам расскажу. Сейчас, подождите, сейчас посмотрю. Если это... да, есть. Читают отдельные слова. Ну и затем вот используется так называемое пособие окошечки, где полоска бумаги, вырезанную, такие, ну, щели, скажем так, для полосочек букв. И вставляются буквы, три ленточки букв. Примещаются эти буквы. Вот, пожалуйста, мел, переместили на, читаем мал. Мол, читаем буква я, как читаем? Мягко, мял. Буква о, как читаем? Твёрдо, мол. Буква ё, как читаем? Мягко, мел. Буква и, как читаем? Мягко, мил. Буква и, как читаем? Твёрдо, мыл. Ну и понятно для чтения. Как коза. Звукоподражание. Да, ме. Мяу, мяу, му. И вот ещё, что интересно. При введении каждой буквы мы вводим кроссворды. В методическом пособии для учителя написано, как обучить ребёнка решать кроссворды. Выделены кроссворды, типы различных, типы кроссвордов. И к некоторым типам даны рекомендации, а к остальным, потому что есть посложнее кроссворды, к остальным ссылка, где найти в интернете. Ну, давайте попытаемся вместе с вами решить эти кроссворды. Читаем. Это буква М. Это ель, да? Или ёлка. Ель или ёлка. И так и так называется. Читаем. Ёлка. А-а. Читаем. Мель. Да? Дальше. Буква М и рак. Читаем. Мрак. А вот шторы и запятая вверху. Что это значит? А это значит, что последняя буква убирается. Читаем. Шторм. Формируется механизм чтения. А вот смотрите, за ручкой держатся буквы О и буква К. Да? Можем прочитать ОСК. Слово не получилось. Тогда по-другому СОК получилось слово СОК. И на этой же странице, внизу, это будет практически на каждой странице тоже, материал для письма. Не только для чтения, но и для письма. Вот эти слова, которые даются, это слова, которые не для списывания, как в прописи. Нет. Здесь дети должны писать слова под диктовку. Вот они, образец записи этих слов. В какой последовательности формируется механизм чтения? В какой последовательности формируется механизм письма? Сейчас мы с вами рассмотрим. Итак, алгоритм действия чтения. Ребенок может читать по букварю и должен читать по букварю. Но ребенок может читать и дома могут родители давать ему другие книжки там, где, ну, допустим, букварь для дошкольников. Много всяких разных букварей есть для совершенствования навыка чтения и так далее. Вот, допустим, ребенку надо прочитать слово «малина». В букваре в слове «малина» проставлено ударение. Поэтому вот это вот, если ребенок читает по нашему букварю, вот этот вот шаг он не производит. Ударение стоит. Если читает и ударения нет, то задача его, первая задача – выделить буквы гласных. Почему выделить буквы гласных? Поставить точечки над буквами гласных. Вы скажете, можете, что в букваре? Легонечко, ручкой, точки. Урок закончился, вытер. Довольно плотная бумага в букваре, так что вытирается хорошим ластиком, очень-очень хорошо. Выделил гласные. Для чего? Гласные слогообразующие. Для того, чтобы присоединить буквы согласных к буквам гласных. Присоединил. Таким образом получилось три слога. Дальше. Ребенок читает по слогам. Определяет ударные слоги, читает по слогам. Ма-ли-на. Да, тут ударение поставлено лишнее. Дальше. Ма-ли-на. То есть читает по слогам, но акцентирует внимание на ударном слоге. И читает все слово. Ма-ли-на. Это для тех детей, которые не умеют читать. И не только для них. Это для всех детей. А для тех, которые умеют, скажете, вы зачем это? А для того, чтобы ребенок отрефлексировал. Да, он научился читать. Он молодец. А как это произошло? А как тебе удалось научиться читать? Оказывается, вот. То есть в причтении читает ребенок по слогам. А в слове же не выделены слоги. Прежде чем прочитать слово, он должен выделить слоги. А прежде чем выделить слоги, он должен отметить буквы гласных. Потому что гласное слово образующее. И только потом прочитает по слогам. И после этого прочитает слово целиком, выделяя голосом ударный слог. Теперь формирование действия письма. Ну, первый этап формирования действия письма мы с вами увидели. Это этап, когда ребенок выкладывал звуком. Коллеги, здесь можно употреблять и схема слова, и модель. Большой разницы нет. На основе звуковой схемы. То есть обозначал гласные звуки буквами. Да? И определял качество согласного. А теперь буква согласного у него уже есть. Значит, что он должен сделать? Услышать согласный звук определить твердый или мягкий. И выбрать букву. На что ребенок должен ориентироваться? На те схемы, которые мы с вами проанализировали. Так, но этот этап происходит недолго. Да, буквально 2-3 урока. Следующий этап – это письмо с опорой на составленную слоговую схему. Этот этап более протяженный. Почему? Ребенок пишет по слогам. Ребенок читает по слогам. И у него должен быть ориентир. Учитель диктует слово «лама». Что ученик должен сделать? «Лама», «Лама» Выделить ударный слог. Составить и количество слогов. Составить Слугоударную схему слова. А затем Слух Никто, если бил вслух по слогам, записывает слово «лама». Записывает по слогам. Дальше Переносит ударение. Дальше Прочитывает То, что он написал. «Лама» Два слога Дужечками Реально показывает Карандашиком можно это делать Два слога, два слога Ударение, все верно И третий этап Третий этап Запись слова буквами С проверкой, написанной обозначением ударного слога То есть он определяет Конечно же, определяет количество слогов Обязательно диктует себе по слогам Обязательно определяет ударный слог, способ определения которого у него есть И дикт проверяет, прочитывая по слогам Почему я говорю? Диктует по слогам, прочитывает по слогам Контрольная операция обязательно Вы знаете, частотной ошибкой Учеников начальных классов Обычно это первый и второй класс Это пропуски букв глаз Если ребенок себе диктует Медленно Интонируя каждый звук А способ этот сформированного ребенка Он никогда не пропустит Тем более, что дальше идет контрольная операция Вот так дети должны записывать слова До конца первого класса И я бы не снимала проверку дужками И, ну, по крайней мере, в первой четверти второго класса Это очень и очень важно Я, по-моему, в прошлый раз говорила о том, что Если детям... Здесь очень важен индивидуальный подход И иногда детям, которые пишут без ошибок Учитель говорит Ну, ладно, теперь можешь не проверять Сказал, можешь не проверять Не проверять И появляется пропуски глаз Значит, это действие не доведено до автоматизма Значит, он перестал Внешнюю форму отобрали И он перестал прочитывать то, что записывал Идем дальше Буквы согласных звуков Но как вводятся буквы согласных звуков Мы с вами уже говорили Точно так же, как и буквы согласных сонорных Но дело в том, что здесь есть Особенность Буква вводится парами Если З вводится, то следующая буква Буква С Если Д вводится, то следующая буква С Ну вот, например, как вводится буква З Перед буквой З, вы видите Текст звездочка не поседал Я не буду читать весь текст У нас времени не так много Но один абзац прочитаю Когда-то на небе жила звездочка Она была большая, не поседая То она пыталась подвинуться чуть-чуть вправо То немножко влево Начала крутиться вокруг своей оси Однажды наша звездочка крутилась, вертелась Пока не сорвалась Был тых И упала в воду Вокруг все голубое и прозраще Она медленно пошла ко дну Вокруг плавали странные рыбы, медузы, морские коньки Привет, кричала им звездочка Я с неба И так далее Ну о том, как звездочка с неба Стала морской звездой Опять-таки продолжается работа Пробедотическая работа По практическому овладению Многозначностью Прямое и переносное значение слова Ну и таким Да, а дальше детям предлагается найти Букву З Будем Два крючочка зацепились Букву З оборотились Да? Ну вот вам два крючочка Букву З оборотились Найти букву З Звездочка не поседа Прочитать слова Кто умеет читать С этой С буквой З А дальше опять выясняем Здесь уже выяснять нечего Здесь уже дети поняли Для букв Буквы З обозначают Ну вот как эта работа та же Смотрите Забор И зябый Сначала Последовательность какая Звуковую ценность И анализируем ее Дальше Объясняем Записываем слово буквами А здесь уже подобраны Тринзаком слова Слова Дети Буквы гласных На качество согласного звука А затем уже Согласных обозначают пару Читаем слуги Читаем Чистоговорки ЗА-ЗА-ЗА Здесь привязана КАЗА-ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ Молотравки у КАЗЫ ЗУ-ЗУ-ЗУ Отвязали мы КАЗУ ЗЕ-ЗЕ-ЗЕ Дали веток Мы КАЗЕ Вот А дальше читают Слова Как читают слова? Точно так Как мы с вами говорили ДАВ Обозначают Точечками Гласные Обратной стороной Ручки Определяют Слоги И читают Слоги Сначала читают Слоги А затем Слово целиком Учитывая Ударный слог Нужно сказать Что Вот этот период Чтения Он Не очень растянут Во времени Почему? Да потому Что На звуковом анализе Формировались Все эти механизмы Понимаете? Слитное Произнесение Контрольная Операция Прочтение По слогам Слова Чтение Неформированных Слов Все В звуковом анализе Готовило Ребенка К Овладению Механизмом Чтение И письма Вот буква С Тоже Очень хорошее Стихотворение Сейчас я его Прочту Надежда Радченко Спит село Соседний лес Серебрится вечер Сол спускается С небес Тихо Гасят свечи Достает Из судьбу Касказки И рассказы Вот и скрипочка Свечка Слышно Стало Сразу Сиренаду Соловьев И ветром Свирели Спит Спит Сладко Смотр Все ли спите Все ли Правда Хороший Стихотворение Вот что Здесь буква С Намеренно Выделена Ну так у автора Прописной Буквой И ребенок Должен Определить Эту букву Найти Прочитать Слова С этой Буквой И Нечитающие Дети Вот слово Спит Они уже изучили Все эти буквы Прочтут Все Тоже Прочтут Так какую букву Будем изучать Букву А дальше Как спит Страус Да Тоже о том Как Как Мы будем читать Это Ну Суть Одну Тему И Тексты Связанные С основным Содержанием Ну То что Буква С Похожа На месяц Да Дано С помощью Этого Двустишия Что Буква С Обозначает Пару По Мягкости Твердости И дальше Иллюстрация Этого Та же Та же Работа Работаем Последовательно Читаем Отдельные Слуги Но уже по-другому Заданы Слуги Видите И с помощью Окошечка И вот таким образом Заданы Слуги И просто Слуги Написано Са 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 Сосо И так далее Вот видите Ну здесь буква Х Опять Кроссворд Там понятно Что буква С Не заканчивается На этом Еще Еще две Страницы У кого Кто У гусы Не гусята У утки У тята У козы Козлята А у кого Телята У кого Поросята Да И здесь же Чистоговорка Сососа О-е-е-ле Ти-то-са Сусусы Не боимся Мы осы Я несу Суп-суп А кому Псу-псу И так далее То есть Дальше Идут Тексты Для чтения С буквами С И с буквами З И конечно Завершается Да На страницах Есть Кроссворды И завершается Буква Изучение букв Пары по Звонкости Глухости И мягкости Твердости По кроссвордам О которым Я говорила И вот он Перед вами При изучении Буквы Х Да Вот здесь Даны Рисунки Как хлеб На стол Пришел Какой Последовательности Надо Разместить Эти рисунки То есть Работа По Развитию Речи Направленная На Говорение Да Почему в народе Так говорят Дети Объясняют Значение Этих Пословиц Ну и Кроссворды Попробуйте Отгадать Да Понятно Почему же Хомяк Это Это Горы Гор Это Муха А вот Еще Новое Правило Если Заменяется Одна Буква Другой То Знаком Равенство Что Буква Х Равно Букве К Муха Какое Слово Получается Мука И вот Здесь Вот На Этом Этапе Правила Даны Правила Переноса Не даны Правила Переноса Извините Но Здесь Упражнение На Перенос Слов Правила Переноса Не даны Правила Переноса Дети Составляются Настоятельно Вот Я Говорил Сначала Пишут Слова Предварительно Составляя Слаговую Модель Слаговая Модель На Одной Строчке С ударением Дальше Слогоударная Схема Или Модель Дальше Буквенная Запись И так Далее Три Четыре Слова Получаются В зависимости От длинных Слова И на Определенном Этапе Мы Видите Что Уже Все Дети Научились Писать Предварительно Писать На Основе Предварительно Составленной Модели Давайте Попробуем С ним А дети Счастливы Радостны Потому Что Учитель спрашивает Ну а как Вы думаете Вы сможете Без Схемы Обойтись Сможем Говорят Дети Ура И учитель Диктует Им слова Дети Записывают Слова Но слова Нужно Подобрать Таким Образом Чтобы Одно Слово Не Помещалось На Строчку Вот допустим Холба Уха Сахар Хвост Вот хвост Не помещается Четвертое Слово Или пряха Да Ну давайте Пряха Разберем У одного Буква П Получилось У другого Буква Пр Да И дети Поднимают Руки Говорят Лариса Ивановна А что Делать Слово Не Помещается На Строчке Лариса Ивановна Говорит А существует Перенос Вот не помещается Значит Черточку И на Следующую Строчку Переносить И ребенок Оставляет Пр А яха Переносит Надо же Выполнить Контрольную Операцию И ребенок Начинает Выполнять Контрольную Операцию Получается Ерунда Пр Я читается На другой Строчке Да А кто-то Перенес Правильно Потому что Три буквы Возникает Опять А как Переносить Проконтролировать Трудно И учитель Говорит А А как вы думаете А как удобно Читать По слогам Правильно Молодцы Вы открыли Правило Переноса Переносить То надо По слогам Давайте Пря Ха Прекрасно Итак А если Один слог Можно перенести Слово Нет Нельзя Ну вот вам Упражнение Слова Диктуются Ребенок Записывает Слова Под диктовку Это понятно Ну и вот Кроссворд Мы с вами Не разбирали Мы говорили О том Что вот Буква Х Есть Да И детям Нужно Заполнить Остальные Клеточки Теперь уже Не звуками Будут заполняться Клеточки А буквами Таким образом Формируются И механизм Письма И Совершенствование Совершенствуется И механизм Письма И механизм Чтения Да Обязательно Контрольная операция Обязательно И обязательно В слух И пусть вас не раздражает То что дети Шепчут себе Это условие Обязательно Это условие Вплоть до конца Второго класса Коллеги Вот Поставьте себя На В позицию Ребенка Если А поставить Можно тогда Когда Вы сталкиваетесь С трудным Написанием Слова Ну с каким-то Заимствованным Длинным словом Что вы делаете Вы его Проговариваете По слогам Вы вслух Диктуете Его по слогам А потом проверяете Правильно Вы написали Ничего не пропустить После записи Отдельных слов Естественно Дети переходят В записи Предложений Под диктовку И здесь Есть специальные Механизмы Понятно Что Записать Предложение Ребенку Не так-то Просто Поэтому Нужна Ориентировочная Основа Действия Ориентировочной Основой Будет Модель Предложения Поэтому Первое Правило Это Послушай Предложение И повтори Его Зачем 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 Нужно Слушать Предложение Для того Чтобы понять Его смысл Для того Нужно Для чего Нужно Повторять Для того Чтобы проверить Запомнил Или нет Предложение Потому что Часто Вы знаете Бывает Учитель Диктует А ребенок А какое второе Слово А что Дальше И все Время Переспрашивает Этого Не должно Быть Считайте Сколько Раз Считается Предложение Значит Учитель Читает Дети Повторяют Дальше Составь Схему Предложения Это И будет Ориентировочной Основой Действия Раздели Слова Предложения На Слоги Обозначь Ударное Слоги Зачем Это Нужно Дети Записывают По Слогам Значит Нужно Обязательно Выделить Слоги То есть Опять Конкретизировать Ориентировочную Основу Запиши Предложение Под собственную Диктовку Смотрите Учитель Диктует Только Один Раз Проверь Запись С помощью Слоговых Дужек Расставь Вдарение Подчеркни Орфограммы Ну Если Есть Орфограммы И Сравни Написанное Со схемой Предложения И только Потом Уже Когда Выполнил Ребенок Все Действия Учитель Еще Раз Диктует Предложение И Ребенок Проверяет Ничего Ли он Не пропустил Проверяет Ну Повторно Проверяет Скажем Так По слогам Понятно Что касается Орфограмма Орфограмма Формируется Я эту страничку Не Внесла В презентацию Понятие Дернее Представление Орфограмме Об орфограмме Формируется На Орфограмме Большая Прописная Буква Когда Это Происходит Это Происходит На Этапе Записи Слов Под Диктовку На Основе Предварительно Составленной Слоговой Схемы Ребенку Дается Допустим Слово Записать Слово Вера Один Ребенок Пишет С маленькой Буквой Другой С большой Буквой Вот И возникает Таким образом Возникает Возникает Различные Точные Зрения И Выясняется А что Вы Имели Ввиду Когда Говорили Слово Вера Да Это Имя Или Не Имя Вот А дальше Имена Пишутся С большой Буквой Дети Это Знают Родители Им Говорят Еще Наверное Года Четырех Как только Ребенок Взял Карандаш Или Ручку И пишет Свое Имя Что Пишется С большой Буквой Не Все Знают Но Пишут С маленькой Буквой Все Равно Поэтому Это Трудное Для Написания Место А почему Оно Трудное Потому Что Возникает Выбор Напишешь Допустим Марина С маленькой Буквой Прочтешь Марина Напишешь Марина С большой Буквой Прочтешь Марина Возникает Выбор Так вот Место В буквенной Записи Где возникает Выбор И называется Орфограммой И дальше Вот это Вот Обобщенное Понятие Образ Мы будем Конкретизировать На все Исключения Орфограмм Ну возьмите Разделительные Мягкие Разделительные Твердые Знати Орфограмма Да конечно Орфограмма По слуху Нельзя определить В слове Вьюга Вьюн И въехал Въехал Везде Мягкий Мягкий Знак Пишется Или Твердый Разделительный Знак По слуху Не определить Напишешь Мягкий Прочтешь Вьюга Въехал Напишешь Твердый И там И там Прочтешь Вьюга Въехал Надо Надо знать Правила Когда Пишется Мягкий Когда Твердый Жил Напишешь И Прочтешь Жил И Прочтешь Жил Чаще С Я Прочтешь Чаще С А Прочтешь Чаще То есть Возникает Выбор Вот там Где возникает Выбор И есть Такое место Называется Орфограммой Коллеги У нас Времени Не так Много И на Этом же Этапе Вводится В конце Изучения Букв Вводится Даже я бы Сказала После Конкретизации Орфограмм Ногласное После Шипящих Вводится Алгоритм Письма По образцу Я думаю Что На Отдельном Вебинаре Посвященном Формированию Орфографического Навыка Орфографического Действия Думаю Что Никто Из вас Не будет Возражать Против Такой Тематики Такой Темы Мы Поговорим Подробно О Различных Видах Упражнений Которые Позволяют Сформировать Действия И Сформировать Навык А здесь Я вкратце Скажу Что Существует Правила Списывания На чем Основаны Эти Правила Списывания Психологи Давным-давно Доказали Что Орфографическая Форма Слов Запоминается Продуктивно Тогда Когда Эти слова Включены В контекст Вот То Что Мы Делаем Отдельно Во Многих Учебниках В Рамочках Словарные Слова Ну Они Просто Не Запоминаются Их Нужно Обязательно Включать В контекст Проводились Проводился Эксперимент Вот Слова Давались Для Специального Заучивания Как Это Дается Обычно В школе И Слова С непроверяемыми Орфограммами Включались В тексте И давались Для списывания Ну конечно Если списывание Специальным образом Организовано При списывании Ну раз Дри Четыре Повторялось Это слово В разных Контекстах Ну допустим Слово мороз Специально Заучивалось И слово мороз Включалось Там Берегенос Когда мороз Мороз Надевай валенки Ну и мороз На дворе Да Ну еще Какой-то Четыре Минимум Четыре В разное время Через неделю Раз Два раза в неделю И так далее И потом Записали слова Которые давались И для специального Заучивания Параллельно Для Слова Которые давались Для специального Заучивания И Которые Включались В предложение Для списывания Так вот Те Которые Включались В предложение Для списывания Специально Организованное По данному Алгоритму Эти слова Запоминались Лучше Пропоративно И так Посмотрите Правила Списывания То же самое Что мы Под диктовку Да Прочитай предложение Повтори Подчеркни Опасные Письма Письма Места В букваре Я не ввожу Термин Орфограмма Во-первых Это слово Очень трудно Произносит Дети Как они Только не Произносит Альфаграмма И Во-всяком Произносят Поэтому Трудно Опасное Для письма Места И уже Во втором Классе Уже Вводится Термин Орфограмма Прочитай Предложение По слогам Понятно Для чего Повтори Его по слогам Диктуй Предложение А Подчеркни Опасное Для письма Места Предложение Права Ну допустим Предложение Мыши Жили В норке Да Или в углу Там В норке Но это не для первого Класса Мыши жили в углу Читает Мыши жили в углу Повторяет Мыши жили в углу Подчеркиваю Так Жи И ши Да Ой Ши И жи Дальше Читание По слогам Писано Мыши Жили Так Не произносят По русски Ну для чего Так читать Для того Чтобы не сделать Ошибку Он же диктует Себе В слух По слогам Мыши Мыши Да Предложение По слогам И записывай Проверили Слоги Записан Подчеркивай Не опасно В письмах Записанном Предложении Записать Свою запись С образцом Коллеги Что я вам скажу Этим упражнением Вписываем Ни в коем случае Нельзя пренебрегать Ни в коем случае Если честно Признаться Упражнение Нудное Вот Но Это упражнение Способствует Формированию Орфографического Навыка Если Вот так вот Списывать Запоминается Орфографическая Форма Многих Многих Слов Которые Были включены В контексты В предложения Для списа Договорились Мы с вами Работаем И Подробнейшим Образом Говорим О списывании И еще О других Упражнениях Которые Вытекают Из Алгоритма Списывания Вот как Сформировать Это умение Да На специальном Вебинаре Следующее Обозначение Мягкости Согласных С помощью Буквы Мягкого Знака Да Здесь по-моему Ничего Вам не надо Объяснять Буква Е Почему выбирается Потому что Мягкий А здесь Не запишешь Мягкий знак Как прочтешь Да Смотрите Вот здесь Новая задача Задача возникает Мы с вами говорили Там и только тогда Где способ Которым дети Овладели В данном Конкретном Случае Не работает Что дети знают Дети знают Если после Твердых Согласных Выбирать Такие буквы Если после Мягкие Выбирать Другие буквы Еще знают Что пара По мягкости Твердости Обозначается Одной буквой Мел Все Буква Е Пара М Мель Выбрали Букву Е Все правильно Мь Обозначается Буквой М А здесь Мел И мель Ничего Знают Пара По мягкости Твердости Обозначается Одной буквой Читаем Там Мел И здесь Мел Получилось Слово То не получилось Значит Нужен Какой-то Значок Который Бо показал Что Вот здесь Вот на конце Слова Все-таки Согласны Мягкие И вот Я была На таком уроке И дети Придумывали Различные Значки Кто Ромбик Придумал Кто Цветочек Придумал И рисовали С ромбиком Читаем Что Ромбик Будет Обозначать Мягко Читаем Мель А я Цветочек Придумал Ну Нарисуй Цветочек Читаем Мель И один Мальчик Поднимает Руку И говорит И не понимает Чем мы Здесь С вами Занимаемся Есть же Специальная Буква Мягкий Знак И учитель И Мельный Ребенок Торжественно Достает Из разрезной Азбуки Мягкий Знак Показывает Ставит Этот Мягкий Знак Читает Мель Да Действительно Человечество Давным-давно Придумало Букву Для обозначения Мягкости Согласных Да Вот Обозначили Где обозначили На конце слова Значит Мягкость Согласного Обозначается По-разному По-разному Как обозначается Берегласным Соответствующими Буквами А на конце слова А твердость Обозначается По-разному Или нет По-разному Как После гласных Обозначается Твердых Соответствующими Буквами А на конце Слова А на конце Слова Отсутствие Мягкого Знака Это тоже Значок Читает Твердо Да А на конце Слова Никак Отсутствие Мягкого Знака Обозначается Ну и дальше Действительно Тренируется Чтение Чистоговорок Чтение Слов И так далее Если ребенок Уже научился Выделять Уже Эту работу Он может Не Выполнять У кого У детей Можно Снимать Вот Работу Связанную С Выделением Слагов И чтением Слов По слогам То есть Происходит Плавный Переход От чтению Отдельными Словами Вернее От чтению Слагами К чтению Отдельными Фотентическими Словами Ну дальше Вот вам Пожалуйста Полка Полька Тут же Та же Задача Обозначить Звук Л И Л В словах Которые Отличаются Только Этими Звуками Полка И Полька Способ Который Раньше Обнаружили Не работает Вот здесь До этого Обнаружили Значит Нужно Искать Новый Способ Смотрим Где В середине Слова Но здесь Тоже Было Мел В середине Слова Но здесь Перед Согласным А там Было Перед Гласным Таким Образом Дети Анализируют Звуковой Состав Слова И решают Сами Ставят Задачу И Сами Решают Эту С помощью Мягкого Знака И вот Здесь Повторяется То о чем Я Говорила Повторяются Кроссворды Повторяются Материалы Долгия Письма Вот Дети Записывают Слова Под Диктовку Пока Отдельные Слова Хотел Сказать Что Вообще В Бухваре Даны Задания На все Этапы Формирования Учебной Деятельности Смотрите Перед этим Мы рассматривали Постановку Задачи И Анализ Дальше Решение Частных Задать Запись Слов Чтения Слов С мягкими Знаками И не только С мягкими Знаками А с буквами Гласных Полиция После Задания Вот здесь Вот на контроль И оценивание Дети Считать Умень Следующие Гласные Обозначаются Вот такими Пример Гласных На конце Слова Обозначаются Вот такими Обозначаются Мягким Знаком Примеры Мягкость Согласным Перед Твердым Согласным Обозначаются Вот такими Ухвами Примеры А дальше Анализировать Как написали Дети Детей Написал Правильно Да никто Не написал Неправильно И там И там Ошибки Реальная Ситуация Которая Возникает В классе Но не только Нужно найти Ошибки Это всегда Так Нужно Выяснить Причину Почему Ребенок Сделал Ошибку Чего Он не Знал Может он Не слышит Звуки Может он Не Обладел Вот этим Вот умением И Эти Схемы Должны У детей Быть Все время Перед глазами А это Сделать Очень просто Существуют Такие Ну вы знаете Альбомы Для Фотографии Самые Тоненькие Альбомчики И Составить Эти Схемы Ксерокопировать И В альбомчики Вставлять Если дети Пишут Диктант То обязательно Какая схема Нам понадобится Сегодня Достаньте Свои Альбомчики Это как справочники Достаньте Альбомчики Посмотрите Молодцы Все верно Да Вот эту страничку Открывайте Она вам будет Помощником Обозначение Звуха Единопись Смотрите То же самое Буква И краткая Вводится Вот новая буква Обозначает Один звук А почему Обозначает Один звук Да И Допустим Вы даете Своя Карава Зайка Бой И среди этих слов Слово Маяк Как здесь Напишут Напишут По-разному Одни напишут Которые Умеют читать Напишут Маяк С буквой Я Другие Й Й А как писать Правильно Возникает Задача Да Которую Нужно Решать Каким образом Проанализировать Сначала Условия Перед Гласным Между Гласными Вот существуют Нормы Такие Существуют Правила Такие Два звука Обозначаются Одной Буквой А дальше Дети записывают Слова И Записывают Слова Читают Слова И вот здесь Появляется Новая схема Транскрипция Мы называем Это Звуковой Записью Буквы Записываются Звуки Записываются С помощью Букв Но ударение Мягкость Согласных Обозначается Специальными Значками Но и Специальными Квадратные Скобки Показывают Что речь Идет Не о буквах А о звуках Вот И Здесь Дана Страничка Орфограмма Нежиши Чаща Чущу Почему Это Орфограмма Да потому Что Мы уже говорили По слуху Не определишь Какую букву Писать Слово Орфограмма Не будет Сложно Для письма Вот А почему Буква И А не И Ну как дети Говорят Буква И Главнее С буквы И Не начинается Не одно Русское Слово Поэтому Люди Договорились Выбрали Букву И Да Посмотрите Буква И А в слове Жар Буква А Да А сколько Работ она Выполняет Обычно Буква А Сколько Работ Выполняет После Согласного Две Работы Указывает На Твердость И Обозначает Звук А А в слове Жар Указывает На Твердость Нет Не указывает Потому что Звук Ж Всегда Твердый Нет Смысла Указывать На него Нет Задачи Размечения Твердый Мять Да Значит Одну Вот в начале слова Игла А буква И в начале слова Не может стоять Поэтому Выбрали Букву И То же самое Да И причем Обратите внимание Во многих Букварях И везде Я помню это Со школьных Времен Жи Ши Пиши С буквой И Нет Не всегда Только под ударением Пиши С буквой И А вот без ударения Смотрите Что может быть Жестянка Шерстяной Шиповник Шоколад И О может быть Да Поэтому Без ударения Это что будет По слуху Не определишь Какую букву Писать Трудное для письма Несло Шерсть То же самое Шершень Жемчуг ЖШ Под ударением А без ударения Может и так И сяк быть Ну С Настоящая Орфограмма Да Сначала В середине слова И пишется В конце слова И пишется То есть И так И так пишется Надо знать правила Да еще В середине слова Может писаться И И И И Ну вот Дети показывают Как могут Обознать Лукосочная Часть И И И Ну вот Дети показывают Как могут Обознать Водится Значок Не Не Семя А Семь Я Эти буквы Нужны для того Чтобы сохранить Звук Й При письме Когда мы Уберем Эти буквы Вюга Получается Вест Получается Звук Й Пропадает Во-первых Нужны для Сохранения Звука Й Во-вторых Кипичная Ошибка Которую Делают Звук Й В этой Позиции Он обозначается И твёрдым И мягким Знаком Разделительным И эти Знаки Выполняют Идентичную Работу Мягкий Не обозначает Мягкость Твёрдость Не обозначает Твёрдость Они Совершенно Одинаковую Работу Выполняют Сравните Вьюга В Мягкий Позиционная Мягкость Перед Е мягкий Дальше Въехал Тоже Мягкий А там пишется Разделительный Твёрдый Здесь Разделительный Мягкий Ружьём Ж У него Есть Мягкая Пара Нет А пишется Какой Знак Разделительный Мягкий Поэтому Не твёрдость И не Мягкость А сохраняет Звук Й Это Понятно Думаю Да Вот Ну и вот Орфограммы Перед вами Орфограммы Которые Мы изучаем Ж Ж Ча Ча Чу Щу Понятно Почему Выбираем Букву А Потому что Не надо Указывать На Мягкость Чи Всегда Мягкий У него Нет Твёрдой Пары То же Самое Здесь И Епёдок Не только Запоминает Правила Он выводит Его Самостоятельно Да То же самое ЧК Почему без Мягкого Знака ЧН И так далее Да потому что Мягкие Согласны Нет Твёрдой Пары Не нужно Нам это Различить Полка И Полька Нам нужно Различить И с помощью Мягкого Знака Различать А здесь Точка Ну что нам Различать Когда у Чи Нет Твёрдой Пары Поэтому не нужно Лишний Знак Мягко Масло Масляное Получается По поводу Ц мы говорили По поводу Е После согласного Перегласным Мы с вами Говорили Это Понятно что это Орфограмма По слуху Не определишь Он только Сохраняет звуки И тот Другой знак По слуху Не определишь Какую букву Писать Значит это Орфограмма А знак Который вообще Не нужен В алфавике Твёрдый знак Он не нужен Но это Исторически Сложилось Да Убрали Из середины Слова Эту букву А Вся власть Совета Помните Эту надпись А в конце Слова оставили Таким образом Остался Твёрдый Отсутствие Мягкого Знака Это и есть Обозначение Твёрдости Согласного Ну и заканчивается Чем Заканчивается Аутбол И Аутбол Изучаем В какой последовательности Вводили букву И какую работу Они Выполняют Так А дальше Как я говорила Тема Как хорошо Ведь читать Как хорошо Задание На все Этапы Формирования Учебной деятельности Ну и проекта Этим Закончим На этапе Обучения Грамоте Проводится Проводится Задача Задача Слова Слова Выделяются Из контекста Слова Выделяются Как отгадка Какой-то Загадки Ну вот Вид проекта Творческий Долговременный И индивидуальная форма работы Совместно с родителями Орфограмма Составление справочной таблицы Орфограмма Это практика Ориентированная Кратковременная Естественно Что работа Групповая Когда изучены Все орфограммы Дети Составляют Сводную таблицу Хотя Каждая орфограмма Сводная таблица Затем Переносится В Альбомчик Для Фотографии Справочника И Строим Город Букваринск Понятно Распределение Букв Гласных И согласных В зависимости От фонематических Характеристик Звуков Которые Они обозначают Коллективная Работа По мере Введения Букв Практика Ориентированный Долговременный Проект Но Демонстрационный Материал Сейчас меня Будут ругать В издательстве Понятно Что Должна быть Магнитная доска Набор магнитов Это понятно Фишки Для обозначения Слов На этапе Слово И предложение И далее Для моделирования Предложения Предметные Картинки И схемы Подмены Зачем Для того Чтобы дети Могли там Составлять Звуковые Схемы Полоски В виде Схем Фиксирующих Количество Звуков Слове Ну Допустим Три звука Полоска На три звука На четыре Разделены А дети Уже Скажем так Селят В эти квартирки Квадратики Тот или иной Звук Фишки Для обозначения Звука Слуги Селят Эти фишки И магнитная Азбука Это понятно Да Это должно быть У учителя Раздаточный Раздаточный У вас У вас Возникли По ходу Нашего Первого Модуля И по ходу Сегодняшнего Вебинара Пожалуйста Сейчас просмотрим Не исчезайте Не уходите Пожалуйста Запишите Вопросы И на этом Мы сегодняшний Вебинар Закон Коллеги Вопросы Вопросы Ну хотелось бы Увидеть Хоть один вопрос Вопросы 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 Задать ответ Это Усть проблемы Именно в первом классе Вопросы Вопросы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И учитель должен понимать, что нельзя отходить... На первом этапе обучения, даже на втором нельзя отходить от тех рекомендаций, которые даны, никакого... Ну здесь творчество, да придумать загадку и так далее, но творчество в организации работы, в логике... Творчество в логике развертывания материала не должно быть. Продолжение следует... Можно ли работать потом по русскому языку Иванова? Понимаете, я досконально не изучала русский язык Иванова. Пролистывая его, я сделала вывод, не знаю, он правильный или неправильный, что это больше похоже на сборник упражнений, а не на учебник. Я брала, ну одну тему взяла, корень слова, и убедилась в том, что понятия там в полной мере не формируются. Этот букварь... Ну а что можно работать потом по русскому языку Иванова? По любому русскому языку работать можно. Любой учебник годится. Почему? Потому что наша задача, которая решается во всех букварях, формировать механизм чтения, формировать механизм письма, решена. Чем отличается? Тем, что мы формировали механизм чтения и механизм письма, имея в виду не начертание букв, а овладение нормами русской графики и частифографии. Это учебник русского языка. Ее 2-го, 3-го, 4-го класса. Авторы Ломаковик Светлана Владимировна и Тинченко Лариса Ивановна. Я думаю, не было еще грифования, поэтому букварь будет грифоваться. Насколько я знаю, этот вопрос задайте в издательстве. Я бы рекомендовала вам взять букварь, букварь хороший. Даже моему внуку, который во втором классе, им очень нравится. Он прям, казалось бы, второй класс, букварь пройден. Да, по другому букварю они учились. Но он этот букварь рассматривает с удовольствием. Очень хорошие тексты. Тексты все литературные. Учебно примитивных текстов практически нет. Так, ну все, коллеги, всего доброго. До следующих встреч. Следующие вебинары смотрите на сайте издательства. Там будет тематика следующих вебинаров и даты проведения. Хотелось бы вот что. Чтобы вы сами попытались формулировать то, что мы хотели бы услышать на вебинарах. То есть, чтобы не только тематика вебинаров шла от нас. Мы знаем трудности, которые возникают учителей на этой основе, строим наши занятия. Но и чтобы вы ставили вопросы и проблемы, которые вас интересуют. Поэтому, пожалуйста, давайте свои предложения. Коллеги, спасибо вам за внимание. Спасибо за участие в работе. Очень приятно было работать. Всего доброго. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok